Добрый день! В эфире телеканала Дождь. Спортивные новости о самых значимых и интересных событиях в мире спорта. Расскажу вам я, Никита Белголовцев. Начнем, разумеется, с футбольной лиги Европы. Как мы уже говорили, там крайне занятные события происходили в прошлый вечер и прошлую ночь. 14 матчей произошло и 5 из них закончились со счетом 3-1. Невероятное событие для столь серьезного турнира. Один из матчей, которых завершился самым популярным счетом вечера, это ЦСКА Палермо. Армейцы дома встречались с итальянской командой. Крайне неудачно складывался для них матч поначалу. 1-0 повели итальянца, забил Макароне. Затем армейцы ударно провели начало второй половины встречи и буквально за 7 минут забили 3 мяча. Отличился Хонда и дважды Нецет. Зенит также проводил свой матч в Лиге Европы. Играли они с Хайдуком из хорватского города Сплита. Там сейчас бархатный сезон, но футболистам питерским было не до отдыха. Поехал в Хорватию фактически дублирующий состав. Тем не менее, выглядел вполне достойно. И буквально 8 минут не хватило питерскому «Зениту», чтобы также остаться в рамках вот этого модного тренда. Пропустили они второй мяч. До этого счет был 3-1. Отмечу, что все три мяча у питерцев забили футболисты, которые практически не выходят в основном составе. Первый мяч провел Ионов, молодой воспитанник. Затем Саввлч Хусти, член сборной Венгрии. И Алехандро Розино, итальянский легионер «Зенита», забил третий мяч. Добивал после того, как сам же не реализовал пенальти. К слову, Хусти также забил с пенальти. Судейство было вполне себе благосклонным. Их два 11-метровых удара назначил арбитр в этой встрече. Также хотелось бы сказать о двух матчах Лиги Европы. Во-первых, польский Лех дома победил Манчестер-Сити со счетом 3-1. Скромная польская команда разгромила, пожалуй, самый богатый на данный момент клуб мира. К слову, Лех вообще, наверное, самая веселая команда этого розыгрыша. До этого они сыграли дома с туринским Ювентусом со счетом 3-3. Даже если не перейдут в более звучные клубы футболисты польского Леха, будет уже о чем рассказать внукам. Вот так вот можно сидеть у камина и говорить, а мы же забивали по три мяча Ювентусу и Манчестер-Сити. Также отмечу, что Ливерпуль со счетом 3-1 победил Наполи. Также ливерпульцы, как и армейцы московские, проигрывали. Но затем с 75-й по 88-ю минуту активно провел отрезок времени капитана Ливерпуля Стивен Джерард сделал хет-трик. Возможно, этот матч послужит некоторому возвращению Ливерпуля на настоящую лидерскую арену, потому что начало сезона крайне неудачно складывается у этой команды. Перейдем к теннису. Теннисисты, в отличие от футболистов, забрались в залы уже и сейчас проходят турниры на харде. Например, турнир в швейцарском Базеле. Там собралась практически вся элита мирового тенниса. Давайте посмотрим затем, как там развивались события. Энди Родик противостоял Андрею Голубеву. До недавнего времени Андрей играл под российским флагом, сейчас представляет Казахстан. И, в общем-то, без серьезных проблем Родику удалось победить со счетом 6-3-6-4. Стоит также отметить, что турниры, которые играются на харде, они традиционно подходят для игроков с атакующим и, возможно, даже остро атакующим стилем игры. Родик, который до недавнего времени был самым сильно подающим теннисистом планеты, разумеется, для него удобно это покрытие. Новак Джокович, вторая ракетка мира, играл с финном Ярко-Ньеменом и также не испытал серьезных проблем. 6-4-7-6, несмотря на кажущуюся небольшую разницу в счете, в общем-то, Джокович практически весь матч контролировал ход встречи и потрясающе разрывал оборону Фина своими ударами и, как всегда, эмоционально реагировал на события на корте. И также еще один, теперь уже четвертьфиналист, Давид Налбандян, играл против Хорвата Марина Чилича. Налбандяну матч дался тяжело, в трех сетах ему удалось победить. 5-4-6, 6-4, 6-4. Налбандян некоторое время назад выпал из элиты мирового тенниса, тем не менее остается крайне опасным соперником и, пожалуй, одним из самых ярких и зрелищных игроков. Также Рожер Федерер вышел в четвертьфинал этого турнира, кроме Рафаэля Надаля. Таким образом, там оказывается вся элита мирового тенниса. Крайне интересно было бы за этим понаблюдать. Из зала снова возвращаемся на улицу, перемещаемся в Великобританию, в графство Гастингс. Там прошел удивительный турнир по так называемому безумному теннису. Давайте посмотрим, как это выглядит. На самом деле, если не знать, что играют... Простите, конечно же, безумный гольф имел я в виду. Если не знать, что играют вот эти вот самые степенные джентльмены в безумный гольф, то, казалось бы, вот просто так катают шарик. Но здесь есть серьезная разница в правилах. Если в обычном гольфе гольфист совершает первый удар, отмечает, куда попадает шарик, и затем ждет, когда, собственно, его коллеги совершат ту же процедуру, то в безумном гольфе все происходит немного по-другому. После того, как все гольфисты совершают первый удар, дальше они бьют не по своим шарикам, а просто по наиболее вот так вот хорошо лежащим шарам. За счет этого нивелируется, возможно, вот эта разница в первом ударе, когда можно мяч максимально близко к лунке подбить. И за счет того, что очередность удара во второй попытке, она определяется жребием, здесь велик элемент случайности. Тем не менее, Крис Гардинг по кличке The Who, то есть Крис Кто Гардинг, как бы вот так вот можно перевести его никнейм, был наиболее удачливым и при этом наиболее точным, с хорошим результатом. В 18 ударов прошел он финальные лунки, и во второй раз в жизни стал победителем этого турнира, обойдя, к слову, ведущего мирового гольфиста Тайгера Вудса. Хотелось бы также поговорить о баскетболе. Как мы уже сообщали, сегодня два матча прошло этой ночью в Национальной баскетбольной ассоциации. Первая из них – Портленд, принимал на своей площадке Оклахому. Две крайне интересных команды Портленд мучили травмы в прошлом сезоне, поэтому не удалось им реализовать свой большой потенциал. Оклахома – это вообще самая многообещающая команда лиги. В ее составе выступает Кевин Дюрант, которого многие прочат название MVP, то есть самого ценного игрока грядущего сезона. Кевин был одним из главных действующих лиц. Игра шла равная. За 10 секунд до конца встречи Сержи Бака, форварда Оклахомы-Сити, сравнял счет и перевел матч в овертайм. Вот вы видите этот момент, он добивал здесь. Рассел Уэстбрук разобрался с соперниками в овертайме и принес победу Оклахоми. Истошный бросок Брэнда Нароя, лидера Портленда, за секунду до конца не изменил соотношение сил. 106-107 Портленд проиграл. Самые результативные игроки встречи – Кевин Дюрант и Рассел Уэстбрук. У них по 28 очков. Также второй матч этой ночи. Чикаго Буллс на своей площадке принимали Нью-Йорк. Никс проиграли 102-120. Чем примечательный этот матч для нас? В составе Нью-Йорк Никс выступает Тимофей Мозгов, центровой российской сборной. И именно о игре Тимофея хотелось бы поговорить с Дмитрием Матеранским, моим коллегой. Дмитрий, привет, слышите меня? Привет, Викита, да. Смотри, Дим, Мозгов провел 10 минут на паркете. Одно очко, один подвор, один фолл, один блокшот. Статистика, ну, честно говоря, довольно-таки смешная. Поэтому многие уже сказали, что Тимофей проваливает начало сезона. Насколько я понимаю, ты со мной не согласен. Проваливает начало сезона. Этот молодой человек выходит в старте в каждом матче Нью-Йорк Никс. Он только-только приехал в лигу, и он уже получает стабильное игровое время в команде Майка Дендери. О чем это говорит? Никто не ждет от него, что он сейчас выйдет и начнет забирать, понабирать по 10 очков, получать по 30 минут игрового времени. Он адаптируется к этой новой игре. Я должен сказать, что я очень внимательно смотрел на все вот эти матчи. Именно на действия Тимофея, там, проматывал, может быть, те моменты, когда я его не был на площадке, не смотрел на всех остальных. Тимо очень грамотно, он понимает, что от него требуется. Он, прежде всего, фокусируется сейчас на игре в обороне. Он очень прилично защищался против Шакила О'Нила, против, вот, вчера, вот этой ночью, против Жакима Нау. Но ему вообще ничего не забил, а это центровой достаточно опасный. Тимо защищается. Тиме сейчас нужно научиться, там, бороться на подбор. Он адаптируется к этой новой игре. И самое главное, что Никс, что команда понимает, что вот эта поэтапная адаптация, она должна происходить плавно. Ну, подожди, ну, игровое время при этом Мозгова все-таки начинает немножечко сокращаться. Может быть, Дентони, у которого большие всегда собирают хорошую статистику, ну, хоть чего-то ждет от Мозгова? Он, безусловно, ждет. И мне кажется, что он получает. Естественно, что не нужно просто курить и успокаиваться, и все равно. Нет, он должен прогрессировать. Но это ни в коем случае не провал сезона. Это очень приличный для начала сезона баскетбол, который показывает Тимофей Мозгов. Хорошо, но будем следить за Тимофеем. И все-таки надеемся, что он повторит судьбу скорее Андрея Гириленко, который уже долго и серьезно играет в этой лиге. И все-таки не будет он следовать примеру Сергея Мони, который тоже поначалу выходил в старт из Стокленда. А затем, в общем-то, не солоно хлебавший уехал из Национальной баскетбольной ассоциации. Это были новости спорта на телеканале Дождь. С вами был Никита Белоголовцев. Увидимся, занимайтесь спортом.